Радиоцентр Сангейт Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, Рита. Добрый вечер, радиослушатели. Или доброе утро. Да, ну как у нас говорят, доброго времени суток на правильном русском. Ну что ж, мы сегодня поговорим на очень интересную тему, у нас всегда интересные темы с Аней, но сегодня вообще просто тема потрясающая, она такая разноцветная. Мы поговорим о том, как планеты, как астрология и целительных свойствах цвета, и как планеты влияют на, какие планеты отвечают за какие цвета, как вообще цветом можно исправить настроение и так далее и тому подобное. В общем, начнем прямо с самого начала. Как все-таки планеты разделяются по цветам и почему так происходит? Откуда это вообще идет, если есть такая история? Откуда идут цвета? Ну все начинается в нашей солнечной системе с солнца. И солнце содержит в себе эти самые семь цветов. То есть принцип солнечный, принцип духовного я, начало, единицы, он содержит в себе уже вот эти вот семь вибраций. Эти семь вибрации, они складываются из того, что у нас есть тройственный принцип, то есть у нас есть один, два, три, это созидание, поддержание, разрушение. Если мы обратимся к ведической философии, то это троица Брахма, Вишну, Шива. И у нас есть четверичный принцип. Это у нас четыре стороны света, четыре направления, которые мы можем воспринимать благодаря солнцу, благодаря устройству общесолнечной системы и Вселенной целиком. И если мы два этих принципа сложим, получается семерка. И говорят в ведической философии, в астрологии, что луч солнца семеричен, то есть он раскладывается на семь составляющих. И у нас благодаря этому есть семь нот, семь цветов, семь дней недели тоже подчиняются этому же закону. И у нас есть семь основных планет, которые мы используем в гороскопе для анализа личности. Есть еще две, но это планеты, которые не имеют тел, это Раху и Кету. То есть это единое такое существо, которое разрублено на твое и олицетворяет собой наше прошлое и будущее. А вот то, что связано с устройством нашей личности, это может быть связано с семью единицами. То есть это может быть связано с семью какими-то явлениями. И через семь планет практически можно проанализировать все стороны жизни. То есть на семь раскладывается все у нас здесь. И говорят еще такой философский аспект, упомяну, что количество солнц в нашей Вселенной кратно семи. Вот такая информация из духовных источников, что у нас все кратно семи. А можно сказать, что луч солнца белого цвета? Просто я сейчас вспомнила о том, что мы говорим, если говорить о цветах чакры или говорить вообще о цветах, что все семь цветов складываются в один когда-то, мы получаем белый цвет. Да, но это базовый изначальный цвет. Ну и если мы говорим о физике, такой совершенно нам доступной из учебников, то луч солнца раскладывается на семь составляющих. И тело, оно отражает, какой-то свет поглощает, какой-то отражает. И вот за счет этого мы видим, мы можем зрительно воспринимать. Вообще за то, как мы воспринимаем цвета, отвечает в гороскопе Венера. То есть если анализируем у человека способность воспринимать цвета, дело в том, что мы все видим цвета немножко по-разному. И это показывает нам Венера. Если Венера очень сильна и как-то проявлена, то это значит положение художника, положение дизайнера, положение человека, который может работать с цветом. Если Венера повреждена, особенно в определенной карте, связанной с генетикой, есть такая дробная карта Д12, это может говорить о дальтонизме, о том, что человек не все цвета различает. Принцип развлечения еще связан с Меркурием. То есть умение различать, отличать одно от другого, градировать, связан с Меркурием. Да, я часто замечала, что с человеком разговариваешь, и ему говоришь, что это у тебя майка синего цвета. Он говорит, да нет, она у меня серая или зеленая. Особенно вот эти цвета часто люди видят по-разному. Серого, да, серо-синего-зеленого, да, оттенки. Все мы видим немного по-разному этот мир. И то, что мы можем это обсуждать, это все, ну это все лишь идеи, это лишь слова. На самом деле никто не знает, как... Как правильно, да? Да, как правильно, да, как действительно видит другой человек. Ну вот, Ань, мы сегодня с вами одеты в одинаковый цвет, красный. О чем же это говорит? Да, ну... Ну это не о том, о чем говорит. Да, каждый послужит. Причем мы не договаривались. Ну я отталкивалась, да, я отталкивалась от того, что вторник это день Марса, и поэтому красный цвет, а у вас было то же самое? Я отталкивалась от того, что я еще ни разу не была в эфире в красном, и поэтому я решила надеть красное, да. Ну и к тому же мы говорим о цветах, и я подумала, ладно, скорее всего, зайдет разговор о том, что сегодня у нас день Марса, и Марс отвечает... О, что-то мы застреваем. Красный цвет, и поэтому, скорее всего, мы это... Да, застреваем? Да, камера немножко зависла у вас. Алло? Да, 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 я здесь, да, продолжаем. Да, все, хорошо. Ну и, наверное, надо перечислить, за какие цвета у нас отвечают планеты. Давайте начнем с Солнца. Солнце — это оранжевый цвет. Дело в том, что у нас есть такое условное деление цвета и планеты. Иногда в разных источниках указаны другие цвета. Ну вот оранжевый обычно ассоциируется с Солнцем, а желтый ассоциируется с Юпитером. Хотя еще других источников фиолетовый ассоциируется с Юпитером. И тут у нас в четверг, например, в Таиланде официальные лица одеваются фиолетовый. Они тоже здесь одеваются по цветам, на самочувствениях. Да, и вот можно видеть, что в разное время они ходят в разной форме. Вот они чтут. Ну, у них даже называются дни недели по планетам. Так же, как в испанском языке, да. Так же они называются на санскрите, в принципе, на языке астрологии ведической. И здесь называются так дни недели. То есть они настолько воспринимают хорошо и понимают астрологию? Это как бы вошло в их жизнь? Да, это традиция. Я не думаю, что все люди знают почему. Но астрология здесь, здесь это распространено обращаться к астрологам. Она немножко другая, так как мерзкая астрология. Она основана на ведической, то есть там все названия, все одинаково, все на санскрите. У них интересные программы, интересное начертание карт. А по-венериански у них здесь очень сильная Венера, все очень красивое. То есть в виде домика с разными венделями. То есть у них такие карты. В виде цветочка. То есть у них этот вкус есть. Если вернемся обратно к планетам. Оранжевый — это Солнце. Красный — это Марс. Белый или серебристый, молочный. Не чисто белый, а такой молочный. И иногда с голубоватым оттенком. Это Луна. Дальше. Зеленый — это Меркурий. Мы еще не сказали. Желтый или фиолетовый — это Юпитер. Венера. Венера разноцветная. Что-то пестрое. Розовые, пастельные. Красивое. Красивое что-то. Да, красивое. Тем более это пятница, конец недели. Да. Да, Венера связана с расслаблением. И связана с тем, чтобы мы видели мир во всех красках. Именно поэтому Венера является сигнификатором зрения в карте. Умение различать, наслаждаться цветом, видеть глубину его. И мы еще не упомянули Сатурн. Сатурн. Прикасаться синим цветом. Ну вот. Опять застряли. Вот теперь. В окружающем пространстве. У нас восприятие... Да. Восприятие у нас сузится. То есть, если покрасить в комнате стены в синий цвет, то тогда будет казаться, что комната меньше. И стены давят. То есть, синий цвет – это цвет ограничения. Это цвет формы. Сатурн отвечает за карьеру. За такие... За структурность. За структуры, которые, например, государственные. И форма часто бывает синий. То есть, синяя форма у полицейских, синяя форма у солдат бывает. То есть, это цвет ограничения такой работы, конкретной иерархичной деятельности. Но можно поговорить о том, как действительно менять настроение с помощью цвета. То есть, если мы знаем, во-первых, гороскоп, то мы можем посмотреть, какие планеты в нём сильны, какие не очень сильны. И в какие промежутки времени, в какой период, да? Да, и в какие промежутки времени. И мы можем пользоваться так называемой цветотерапией, чтобы добавлять себе качество какой-то планеты. Я могу привести пример. Я часто использую вот эту методику в консультации детей. Спрашивают, как обустроить детскую комнату. Потому что далеко не все детские комнаты, вот какие у нас розовые, там бывают мальчиков, синие или оранжевые, или зелёные, далеко не каждая подойдёт ребёнку. Нужно сначала выявить тип личности. Если это гиперактивный ребёнок, если там видно, что у него очень много питы, то есть у него много огня, и он не может никак успокоиться, то, конечно, красная комната ему не подойдёт. Но с красными элементами, с оранжевыми. А если наоборот ребёнок достаточно депрессивен, то лучше оранжево-красные тона. Потому что оранжевый цвет повышает настроение. Он вообще повышает настроение всем. То есть если на оранжевый смотреть, он даёт оптимизм. Это главный цвет оптимизма. Но его долго выносить нельзя. То есть были такие проведены исследования, когда сажали людей в оранжевые комнаты, чтобы они там работали. И многие старались оттуда выйти поскорее. Потому что там такая энергетика, повышается огонь, повышается... Если нужны новые идеи, то лучше поместить людей, генерировать их в оранжевую комнату. Либо жёлтую. У нас есть две расширяющие планеты с принципом расширения. Это Солнце и Юпитер. Ещё Марс, конечно, тоже. А Сатурн – принцип сужения. И если мы знаем это, жёлтый цвет также для генерации идей замечательный. То есть если мы смотрим на жёлтый, на оранжевый, оранжевый он больше приземлённый, в нём больше такого тона, который его как бы не даёт ему рассеиваться. А жёлтый он всегда имеет тенденцию к рассеиванию. И жёлтый цвет даёт, наверное, это максимальный оптимизм, от какого цвета можно получить это от жёлтого, но он в негативе даёт такую вот нестабильность разума и тенденцию перескакивать от одной идеи к другой, идея расплывчатость такой, потому что он всегда имеет тенденцию рассеиваться. И вот это тоже надо помнить. Как менять настроение. Если совсем депрессия, жёлтые стены с оранжевыми элементами, то это будет замечательно. Это можно вернуть себе тепло как бы вовнутрь. Вот. А если зелёный, есть ещё вот часто спрашивают, нужно ли делать зелёный. Зелёный цвет бывает разным. Если мы в зелёный добавим синего, то это будет такой тёмно-зелёный, близко к синеве, такой куда-то болотный. То есть такое есть, например, сукно, такие вот были раньше, представлю себе, если представить, гостиные в 19 веке. Там такие вот они зелёные, тёмно, да, вот это вот. А зелёный вообще способствует концентрации. На 25% повышается концентрация у любого человека, который наблюдает зелёный вокруг себя. Но если мы туда добавим синий, то там будет больше, он больше будет утяжелять. То есть депрессивный такой цвет. А если мы добавим жёлтый, то он будет цвет весёлый. И он добавит оптимизма. И вот детские часто делают вот в таких тонах жёлто-зелёных. Вот они очень подходят для детей. Повышают у них концентрацию и одновременно не тяжелят. То есть не загружают ребёнка. Аня, у меня такой вопрос. Я вот сейчас задумалась серьёзно, на самом деле. Каждый день, когда я одеваюсь, я, в принципе, наверное, так как-то легче даже стала. Я просто думаю, какой сегодня день недели, да, и что-то одеваю. Ну, если что-то не подходит, не получается, тогда, в принципе, есть такое понимание, что можно просто одеть нижнее бельё нужного цвета и тоже настроение, как бы мы будем удовлетворять планету. Ну, наверное, это не совсем правильный подход. Вот если у меня, допустим, Марс в хорошем положении, а я сегодня ещё одела красное, да, я, наверное, его ещё больше усиливаю, и это получается слишком много. То есть такой вот просто каждый день одевать то, что... Да? На самом деле я не придерживаюсь такого мнения, что надо одевать каждый день цвет планеты. Всё это своеобразная игра, чтобы запомнить цвета. На самом деле у нас есть персональные настройки нашей личности. И если мы будем говорить, как женщины, стилистически, то нам некоторые цвета идут, некоторые не идут. То есть некоторые цвета соответствуют нашему оттенку кожи. Стилисты специально подбирают, они вот тряпочки накладывают во время, то есть когда солнце стоит в зените, и тогда, когда светло максимально, нужно прикладывать разные цвета и смотреть, какие оттенки именно тебе подходят. И дело в том, что у нас есть внутри определённое такое сочетание энергии, которое даёт наш уникальный цвет или уникальную цветовую гамму. И её даже можно подбирать по гороскопу. Вот, допустим, мне идёт красный цвет, у меня Марс сильный, и он связан, опосредованно связан с моим телом. Ну, то есть с той позицией в гороскопе, которая отвечает за тело. У меня солнце также связано тоже с телом, с физическими данными. И когда я брала консультацию стилиста, мне так и сказали, что вам подходят тёплые, красные, оранжевые цвета. И мы это проверяли, естественно, на практике. То есть было видно, как меняется... Настроение меняется. Да, но даже не настроение. Смотрите, если мы говорим о том, как нам одеться, чтобы одежда отражала нашу внутреннюю суть, то это одно. А другое дело, мы хотим настроение поменять или созерцать этот цвет вне себя. То есть мы одеваемся для того, чтобы когда нас созерцали, было это гармонично. А если мы делаем дизайн интерьера, то значит мы вокруг себя хотим поставить эти цвета, чтобы их созерцать. То есть это немножко разные перспективы. И если, например, я надену на себя синее, то это будет очень негармонично смотреться. У меня синее и фиолетовое. Сразу лицо становится старше. То есть оно становится вот... А если одеть жёлтое и такое коричнево-жёлтое, то становишься моложе. Это видно. Это значит, что эти цвета гармонизируют тому, что у меня есть внутри. Они как бы сочетаются с моей задачей внутренней. Они отражают внутренний мир, и это видно снаружи. Ну, то есть, хотела сказать, вот сайта. Тогда женщина становится, на неё смотришь и видишь, что в ней всё так. Ну, вот, всё так. Гармонично. Где-то гармонично. Да, есть тёплые типы. Ну, скорее всего, вы знаете по стилистике, там говорят зима, лето, осень. Есть ещё более разнообразные градации по киби, там самые разнообразные типы. Дело в том, что мы с тобой что-то уже изнутри представляем. И мы можем через одежду это подчеркнуть. Вот. Вот это такая сложная концепция. Да, не просто какой день недели, такой мы одеваем. Ну, всё верно. Это очень логически вообще становится на свои места, когда так понимаешь это всё, конечно. Ну, и вот ответ на вопрос, почему я красное ношу. Потому что я недавно купила себе красную кофточку. Я сейчас выбираю только те цвета в основном в свой гардероб, которые, как я знаю, мне уже идут. Когда раньше одевала всё, что угодно, то так, то так. А сейчас уже понимаешь, что определённые цвета подчёркивают твою внутреннюю суть. И вот на вторую часть вопроса я бы хотела ответить. Это по поводу того, стоит ли цветом что-то усиливать. Усиливать или, допустим, если мы и так имеем очень сильный Марс, и в то же время этот Марс у нас в гороскопе функционально неблагоприятен. То есть он отвечает за сферы жизни, которые связаны с проблемами, с какими-то внезапными событиями. Стоит ли нам его носить? Я скажу, что стоит. Здесь ничего страшного особо нет. Но красить стены в красный цвет не стоит. То есть носить, да, потому что у меня Марс негармоничный в гороскопе. Но я не боюсь носить красное. Во-первых, я красное сама не созерцаю, когда его ношу. Но с другой стороны, красное даёт всё время, когда оно рядом с телом. То есть есть такая цветотерапия, когда мы через определённую материю напитываемся ещё. То есть красное даёт такую дерзость. Марс выходит наружу. То есть можно смелости через красную одежду набраться и как-то себя ярче позиционировать, если в красном. Но на самом деле это гомеопатическая доза. Когда говорят, что страшно, нельзя, это на самом деле мало влияет. То есть в принципе даже можно относиться к этому так, если у человека рутинная деятельность, там он что-то делает постоянно, идёт на работу и делает что-то постоянно одинаковое, то тут может быть не имеет большого значения. Но опять же, это как бы вопрос. Я просто пытаюсь выразить свой вопрос таким образом. А если, допустим, человек приходит на работу, у него там или свой бизнес, или он менеджер, или у него какая-то разные виды деятельности. Один день у него там собрание с кем-то, другой день у него с клиентом работа более спокойная, да. Другой, в третий день ему надо что-то решить, такой серьёзный вопрос, подписать договор. То есть вот можно основываться на этом, чтобы знать, какую одежду одеть, чтобы чувствовать себя более там или агрессивным, или наоборот спокойным. Ну, такие моменты бывают. Можно, конечно. Если одежда даёт внутреннее ощущение какое-то, и вы это чувствуете, это с новым женщинам относится. На самом деле для мужчин это такие мелочи. Ну, вот эта вот одежда. Разные есть мужчины, и просто есть мужчины. Да, если вам дадите какое-то ощущение, ну, одежда, когда вы смотрите на себя в зеркало, вы приобретаете какое-то ощущение от себя, и от себя одеты в определённый цвет. Если это будет цвет красный, да. Если у вас достаточно сильный Марс, пусть он не гармоничный, но он сильный, то красный цвет его усилит. Да, и надо сказать, он его не сгармонизирует, он его лишь усилит. Вот вы правильно заметили, что он его усилит. И если очень долго созерцать красный или жить в красной комнате, я просто сомневаюсь, что одежда действительно может настолько сильно изменить что-то. Когда мы вот что-то одели, да. А вот если мы смотрим постоянно, то есть мы постоянно перед собой видим красную стену, то это да. То есть это идёт очень длительный эффект воздействия на наши зрительные нервы. Через это мы воспринимаем этот цвет внутрь себя. И это тогда действительно как-то нам даёт что-то, даёт изменения в жизни. Да. И можно, вот если Марс функционально неблагоприятен, не стоит красными стены делать, не стоит детскую комнату красной делать. А одежда, ну да, можно тоже так сказать. Можно по этому принципу тоже сказать, что да, красная одежда будет повышать вот эту питу, будет повышать огонь, будет повышать решимость. И если вы хотите успокоиться, то лучше созерцайте. Опять-таки я пришла к этому. Одевать можно, что вам идёт, но созерцать цвет. Потому что всё у нас идёт через глаза, внутрь, через вот наши рецепторы зрительные. Да. Ясно. Ну, а как относиться к оттенкам цвета, допустим, если это не красный, а более там розовый или какой-то послабее красный? Оно работает точно так же или можно всё-таки подбирать какие-то оттенки? Опять же, комнату делать не красную, а... Да. А розовая комната, например, это красный цвет, соединённый с белым, разбавленный белым. То есть мы туда добавляем успокоение. Белый цвет – это лунная энергия. Белый цвет вообще базовый, основной, нейтральный. То есть мы делаем цвет менее интенсивным. Интенсивность цвета означает то, что степень интенсивности можно соотнести со степенью влияния этого цвета на человека. То есть если мы разбавляем красный, то мы уменьшаем степень влияния красного Марса на нас. Но в то же время мы пользуемся благотворной энергией. Красный цвет согревает. Есть, кстати, такое исследование, что красный цвет предпочитают женщины, которым не хватает мужского внимания, тепла и внутренней личной жизни. Красный, а розовый цвет – это цвет девушки, которая пытается взаимодействовать с красным. Ей ещё и красного многовато. Красный – это конкретный Марс, конкретный мужчина. И розовый цвет – это цвет девочки. Таким образом она готовится к принятию красного, то есть к принятию марсианской энергии. И когда человек чувствует себя очень одиноко и красит, следствием этого может быть то, что женщина, например, может красить стены в красный цвет. Это один из диагнозов того, что он ей может присутствовать мужского внимания. И она хочет как бы жить в этой утробе. То есть красный цвет, он ещё в нас заложен подсознательно. Подсознательно – это та утроба, в которой мы росли и появились. То есть это вот то, что нас обволакивало ещё, когда мы были у мамы в животе. С этим тоже связан красный цвет. И желание всё красным сделать вокруг. Но это странное желание на самом деле. Далеко не каждый человек захочет красный у себя интерьер полностью. Но вот оно связано именно с такими подсознательными мотивами защиты. И Марс связан, вот позитивный аспект Марса, позитивное влияние его – это защита. То есть вот красный цвет – цвет защиты. Да, очень интересно. Что про оттенки ещё можно сказать. Оттенки или сочетание цветов. То есть когда мы один цвет вливаем в другой. Вот как я привела пример, зелёный можно сделать таким сатурнянским. То есть добавить к Меркурию больше Сатурна. И получится у нас такой тёмный, насыщенный цвет, который нас будет ограничивать. И давать нам серьёзное логическое мышление. Мы можем внести жёлтый цвет. Жёлтый цвет – цвет оптимизма, рассеивающий цвет. И мы получим весёлый зелёный цвет, который связан с игривостью. То есть вот такой цвет, и салатовые оттенки, они повышают игривость. Они омолаживают. Вообще, если мы смотрим на светло-зелёный, мы молодеем внутри. И вот недавно, кстати, видела фотографию. Королева Елизавета оделась такой яркой, зелёной, всё вышло в народ. И просто видела, как обсуждают, как эта королева надела такой странный зелёный костюм. То есть у неё было зелёное всё. И шляпа, и перчатки. И вот причём такое вот весёленькое зелёное. Даже такого ядовитого немножко цвета. Ну, дала повод пообсуждать. Да, но это отражает то, что она в душе ещё молода. Если женщина может надеть на себя бабушка, старушка, или, как мы видим, может надеть на себя зелёный, это значит, что какая-то внутренняя тяга к молодости, к моложавости. У меня есть пару знакомых женщин, подруг, которые для себя выбрали такой... Вот их никогда не увидишь в разноцветных каких-то платьях, имея в виду разноцветных, яркого цвета платьях или блузках. А они вот для себя выбрали, что они носят белое или чёрное. Ну, иногда там что-то такое серое. Вот интересно, это у них внутреннее такое состояние или у них Венера, может быть, в плохом состоянии? Почему вот отдельные люди выбирают именно такие цвета? А мне вот, например, хочется носить яркое, что-то цветное. Ну, я не про себя, а просто вообще почему так бывает? Можно сказать? Но дело в том, что одно дело, когда за этим стоит какая-то проблема психологическая, что человек просто... Вот многие женщины выбирают чёрный цвет, потому что чёрный цвет стройнит. Ну, вот, я не чувствую себя... Ну, он считается таким же софистикейтным цветом чёрным, да, и вот вечерним, что ли. Все, венки тоже, они как-то не привлекают внимания. Либо это психологическая проблема, что женщина не раскрылась и ещё боится привлечь к себе внимание. То есть, ну, не решается или не то, что не боится, просто не хочет. Не хочет наслаждаться всеми вкусами этого мира. Либо это типаж. Бывает просто внутренний типаж у человека, он называется классический стиль. И многим, нет, не многим, некоторым, ну, есть люди, действительно, кто классического типа, и им действительно идёт строгая чёрная одежда, и они смотрятся эффектно в ней. То есть, эффектно она никак не забивает. То есть, меня чёрное платье забивает, если... Я уже это знаю, потому что со стилистами консультировалась и на опыте поняла, действительно, что если я одену что-то чёрное или белое, то меня там не будет. Будет одно платье. И также синее, то есть, оно мне абсолютно никак не смотрится. Это вот может быть связано с типажом, что идёт. То есть, такое тоже бывает. И бывает депрессия. Это просто депрессия, нежелание взаимодействовать на все сто с миром. Я так думаю, что вообще, в первую очередь, хорошо бы сделать гороскоп, понять, какие планеты на нас влияют, а потом уже пойти к стилисту, если женщина вообще хочет полностью раскрыться и понять, для чего она пришла в этот мир, да, и выглядеть, к тому же и выглядеть хорошо везде, и на работе, и с мужчиной, и так далее. То есть, раскрыться в полной красе, то вот хорошо бы это сделать, правда? Да. Ещё вот мне пришло на ум, что, возможно, женщина просто не умеет сочетать цвета, потому что некоторые цвета действительно несочетаемы, и был какой-то негативный опыт с этим. Да, она решила, что лучше она делать этого не будет. Белое и чёрное всегда понятно. Да, белое и чёрное всегда понятно. Бывает, например, красное и зелёное. Очень смелое сочетание. Это Крисмас. Да, это Крисмас. И некоторые дизайнеры используют такое сочетание в одежде, красное и зелёное. Смотрится, конечно, странновато. Почему? Потому что Марс и Меркурий — враги. Это две планеты, которые между собой не очень дружат. Меркурий — это интеллект. И зелёный цвет, он повышает интеллект, зелёный цвет подчёркивает интеллектуальность. А красный цвет — это цвет импульса, это цвет воли, силы, действия. И это как вечная война между качками и ботаниками. То есть одни думают, что надо думать, другие делают. То есть когда Меркурий рассуждает, Марс делает. И если у человека в гороскопе есть это сочетание, и он гармонизировал его, то есть гармонизируем мы как? Мы растворяем в себе противоречия. Сначала это сложное сочетание. Может быть, гнев в речи. Или человек может быть не только гневлив, но очень импульсивен. Смотря к чему, конечно, эта комбинация в гороскопе относится. Но это нужно как соединить действительно в себе зелёное и красное. Но если человек соединил, то это получается очень динамичный спикер или какой-нибудь режиссёр в горячих точках, который быстро урывками может соединить две энергии Марса и Меркурия. Это соединить войну и соединить журналистику. То есть если человек уже в себе это внутри так скомпоновал, что это всё гармонично смотрится, то даже и эти цвета он не будет воспринимать как нечто странное, очень страшное. Вот все мы воспринимаем это странно, зелёный с красным. Но художники используют такое сочетание для того, чтобы привнести в картину динамизм, как будто бы там есть движение. Есть такой известный философ Рудольф Штайнер, который вальдорфовские школы основал. Он писал, что если вы нарисуете красные маки на ярко-зелёной лужайке, или он писал, что если вы нарисуете женщин на зелёной лужайке красных женщин, то будет казаться, что эти женщины двигаются. То есть это придает такой динамизм. Или если попугай сидит в зелёной листве, то кажется, что он сейчас улетит. И вот я видела некоторые книги по менеджменту, и там было зелёное с красным оформление. И я тогда ещё, прочитав это, подумала, насколько это глубоко правильное оформление, когда нужно в действие привнести разум. То есть это зелёное соединить. Всё можно соединить на самом деле, только знать, что это такое. Объяснить, да. Мне теперь стало интересно, почему же в Крисмос именно такие цвета, красные с зелёным. То есть зелёная ёлка и какие-то там красные цветы. Надо поискать. Потому что как традиция идёт. Ёлка у нас всегда зелёная. Красные понты, красные цветы огромные. Ну да, да, очень интересно. Ну что ж, я думаю, что мы на этой весёлой ноте красного с зелёным сегодня нашу передачу закончим. Спасибо большое, Анна. Я думаю, что мы можем продолжить в следующий раз тоже говорить о цветах и немножко затронуть тему еды. Потому что нам предлагается использовать разные цвета в еде, как у нас тут говорят по-английски, eat the rainbow. Вот поэтому, и это вообще очень интересная тема. А я думаю, что мы продолжим в следующий вторник, поговорим немножко об этом. Давайте, да, с удовольствием. Спасибо большое. Спасибо большое за внимание. Спокойной ночи и всего доброго. До свидания, дорогие радиослушатели. Увидимся, услышимся. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова